Всем привет, друзья! Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как живут люди в одной из небольших станиц на Кубани. Находимся мы возле небольшой станицы Петровская. Она основана в 1817 году. И эта станица расположена возле города Славянск на Кубани. Перед въездом в станицу мы видим большой тепличный комплекс. Вот такие огромные теплицы. Значит, знак, вы въезжаете в станицу Петровскую. Как я говорю, основана в 1817 году. Чуть дальше заправка Роснефти. Кубань называется тем, что это житница России. Здесь выращивают очень много сельхозпродуктов. Выращивают как овощи и фрукты, так и кубанский рис. Знаменитый кубанский рис. Мы, когда ехали сюда, видели очень много чеков рисовых. Очень много рек здесь, озер. Вот по обеим сторонам дороги, пока мы едем в эту станицу, растет много камыша. С этой станицей меня связывает достаточно очень много. Здесь я был, ну, был очень и очень давно. Не был я со времен 1989 года. Ну, давайте заедем, посмотрим, проедемся по этой станице. Походим, погуляем. Если удастся спросить местных жителей, как они здесь живут, то, конечно же, спросим про их жизнь. Есть ли здесь работа. И вообще обо всем. Мы свернули на одной из улиц станицы Петровской. И смотрите, дома здесь достаточно такие зажиточные, красивенькие, новенькие. Все ухожено, все чистенько. Ну, пока что мне нравится. Да, и дорога хорошая. Да, действительно, дороги здесь очень хорошие. Есть как дома попроще, есть так дома, конечно, и поинтереснее, и позажиточнее. Ну, пока мне все нравится. Что удивительно, в станице Петровской есть даже гостиница, магазин продуктовый. Значит, вот такой небольшой рыночек, где вам продадут кубанские арбузы. Ну, не сезон, арбузов, конечно, нет. Также есть алкотека, магазин, живое пиво, пекарня и даже автосервис. Ребята, все изменилось. Вот то, что я вам сейчас перечислил, в 1989 году, этого, конечно, не было. Дороги отремонтированы. Вот смотрите, вот такой вот ровненький, прекрасный асфальт. Я удивлен. Мы уже приехали в центр станицы Петровской. Перед нами дом культуры Петровский. Ну, могу сказать так, что дом культуры, конечно, старенький. И даже уже вверху были, когда-то я помню, вот там вот надпись, дом культуры. Они все обвалились. Все это, конечно, обветшало. Ну, к большому сожалению, так. Напротив администрация станицы, доска почета. Ну, все стандартно. Ведник Владимиру Ильичу Ленину. И небольшой скверик. Здесь есть детский уголок, детская площадка. Достаточно немаленькая, новенькая. Также в сквере лавочки есть. И есть вот такой вот, ну, сцена, будем говорить так. Место, где будут проводить различные концерты. Вот классные лавочки, что мне нравится. Смотрите, две лавочки, между ними столик, урны. Ну, классно. Сделали, конечно, классно. Там есть такая фишка, куда приезжает свадьба, наверное, для влюбленных. Там два сердца сделаны. Ну, и, соответственно, вот она, новая детская площадка. Детская площадка новенькая. Выглядит она прекрасно. И она такая достаточно немаленькая. Посажены деревья. Классно. Конечно, я ожидал увидеть, честно говоря, совсем другое. Но Кубань, честно говоря, Кубань рулит. Я показывал уже много раз в своих видео крымские села. И не везде есть вот такая красота. Да, понятно, что там стоит вода, потому что все-таки зима. Были сильные дожди. Но все это высохнет. И чуть дальше есть спортивный уголок для занятий спортом. В станице Петровской есть магазины. Магнит-косметик, магазин Мандарин. Также есть аптека. Есть пятерочка. Еще с другой стороны построены вот такие вот комплексы, павильоны торговые. Но эти павильоны еще не сдали в аренду. Еще никто сюда не заехал. Даже Славинская отдыхает по сравнению с Петровской. Петровская это центр второй после Славинска. А в некоторых этих даже лучше Славинской. И вот эти все 15-20 населенных пунктов, ближайшие, конец Славинского района, все сюда едут. Вы посмотрите, все забито. Да, я вижу, да. А скажите, вот вы участок земли купили, да? Да. И построили дом. Да. Вы пенсионер, да? Да. И вам денег хватило на то, чтобы купить участок? Ну, я работал на самом хорошем заводе в России. Он один такой в России, завод на Урале. Выпускает металл всех веков. Титан. Титан. Так вот я на нем отработал 30 лет. Я кое-что накопил. Ну, хватило. На все хватило. А скажите, вот, может, вы знаете, для молодежи есть здесь Петровская работа? И для молодежи, и для стариков, и для пенсионеров, и для всех. И сейчас есть работа. Вам, пожалуйста, объявление почитайте. Швейку требует в развлекательный центр. Что, старики пойдут? Там только молодежь требует. Какой он выстроили развлекательный центр? Везде требуется, везде. Ну, я видел, там теплица на въезде в Петровскую, тоже работа требуется. Это тоже. Тут Петроврис объединение. Потом самое мощное в районе, и даже в крае у нас занимает второе место. Вот, Приазовская. Это агрофирма Приазовская. Там самый хороший паренек. Самый хороший паренек. Вот эта фамилия только у него так. Не ахти. Ну, неважно фамилия, да, неважно. Беда. Беда. Беда, да. По-моему, беда. Спасибо вам огромное. Еще раз с наступившим Новым Годом. Здоровья вам. Спасибо, Господи. Так что приезжайте. Тут все. Там требуется, там требуется, везде требуется. Все, спасибо. Кирпичный завод, да ради Бога, ты что хочешь. Спасибо, до свидания. До свидания. Не, не, не. И смотрите, вот они реалии всех деревень, станиц и селений. Дорога асфальтированная, главная дорога. И второстепенная дорога, которая идет уже в сторону от главной дороги. Здесь уже, конечно, асфальта нет, его никогда и не было. Здесь уже грязь. И вот такие вот старые дома на улице Пимоненко. Смотрите, но дома, хоть они старые, видно, что за ним смотрят, ухаживают. Его подбелили, подкрасили. Стоит кондиционер. С другой стороны тоже старые дома, одноэтажные. Но не все такие дома. Очень много домов здесь новых. Люди строятся, люди живут. Окна пластиковые в домах. Так что жизнь идет, все движется. Собачка. Вы видите, дома совсем другие. Эти дома многоквартирные, они двухэтажные старые постройки еще времен Советского Союза. Находятся они на улице Комсомольской. Но, несмотря на то, что дома старые, за ними ухаживают. Указатели новые. Да, не везде, конечно, есть асфальт. Да, детская площадка старая. Но здесь есть газ, все газифицировано. И смотрите, вот асфальт за огородами. В принципе, люди ухаживают, смотрят. Заборчик подкрашенный. Сделано возле подъезда вот такая лавочка красивая, чтобы не заливало дождем, чтобы не задувало ветром. В принципе, неплохо, ребята. Мы подъехали к закрытым воротам оздоровительного комплекса Колос. Ну, этот комплекс был популярен, я так думаю, во времена Советского Союза. Я, честно говоря, его не помню. Ну, давайте зайдем. В принципе, калитка открыта. Хотя ворота можно и открыть. Ну, не будем этого делать. За камышами есть прекрасное большое озеро. Безымянное. Безымянное, да. Безымянное озеро. Рыбалочка здесь должна быть просто великолепная. Причем озеро, это водоем, я так смотрю, искусственный. Потому что сделаны плиты. Вот такие, именно берега укрыты плитами. Утки, утки. И охота здесь должна быть классной. Да, асфальт еще здесь сохранился, конечно. Чуть дальше я вижу старый стадион. Мы уже дошли к стадиону. Смотрите, есть трибуны. Есть футбольное поле. Ворот достаточно много. Как для обычного футбола, так и для мини-футбола. Турники. Но все это осталось со времен СССР. И также есть вот такая полоса препятствий небольшая. Где сдавали нормы ГТО. Да, все старенькое. Но все это сохранилось. Да, все это подкрашивают. Все это сохранилось. И это очень похвально. Покрытие живая травка. Да, конечно, да. Это живая трава. Это не искусственное покрытие. Ну, классно. Классно, что это сохранили. И я считаю, что вот так и нужно делать. Водле стадиона есть сквер. Там есть детская площадка. Ну, тоже советского периода. Лавочки. Освещение. Не знаю, работает или не работает. Так это все выглядит. Ирочка, ну как тебе первое впечатление? Ой, достаточно неплохо. Похож даже на мини-городок. То есть первое впечатление, что здесь есть все для людей. Магазины, аптеки. Как? Да, супер. Супер, да? Супер. Ну, мы еще пока не заканчиваем видео. Еще будет чуть-чуть продолжения. Некоторые могут спросить, зачем же ты сюда приперся, в эту Петровскую? Ребята, я вам говорил, что я здесь не был с 1989 года. Здесь я дослуживал свою срочную службу. Тогда она еще была два года. Это времена Советского Союза. И, конечно, воинскую часть я вам показывать не буду. Она здесь на том же месте. А то, если я покажу, я буду инагентом. Но о чем хочется сказать? Вот здесь вот в одном из этих домов жил в свое время командир части. До части ему было бежать буквально минуту. Давайте зайдем в эти дворы. Я посмотрю, насколько все это выглядит. Так же все осталось или нет? Краснодарский пивоваренный завод. Фирменный магазин пива. Да, вот этих вот дорожек тротуарных не было, конечно. В принципе, практически все на том же месте. Дома те же самые. Только стало больше машин. Тогда машин личного автотранспорта столько, конечно же, не было. Все, в принципе, по-старому. Только прибавились кондиционеры. Гаражи. Вот на месте гаражей были у людей курятники. Потому что люди жили в этих домах. И здесь стояли курятники. Ну, подсобное хозяйство. То есть это им разрешалось. В принципе, все осталось то же самое. Девушки, которые стояли на улице, они, конечно, говорить на камеру не захотели. Я понимаю, разговорились с ними так, без камеры. И сказали, что мой командир, который у меня тогда был командиром части, он уже давно отсюда уехал, давно не живет. Ну, срок службы закончился. Семья, конечно, переехала на свое место, где они жили. Или куда-нибудь в другой город. В Станице Петровской есть больница. И эта больница достаточно немалая. Трехэтажный корпус. Корпус достаточно большой. Также поликлиника. И, значит, скорая помощь. Ну, смотрите, с поселком, извините, со Станицей, население которой всего лишь 13 тысяч человек. Здесь работы хватает всем. Есть большой больничный комплекс. Вообще обалденно. И скорые даже есть. Да, и скорая помощь есть. Сегодня мы посмотрели, как живет Станица Кубани. Одна из Станиц Кубани. Я могу сказать, живут здесь достаточно неплохо. Прекрасные, хорошие дома. Работы хватает. Магазины есть. Больницы есть. Все есть, да? Все есть. Две школы есть. Два садика есть. Ребята, спасибо огромное вам за то, что вы смотрели это видео. Это видео для меня. Это бальзам на душу, будем говорить так. На этом мы его, наверное, закончим. До встречи в следующих выпусках. Пока!